Социально-экономический прогноз зависит от самочувствия реального сектора экономики и работы конкретных предприятий. А для исполнения даже более скромного сценария развития экономики до конца года предстоит проделать большую работу. В целом, 2013 год стал очень тяжелым для промышленности республики. О том, что нужно сделать для реального сектора, чтобы достичь намеченных прогнозов, сегодня говорили чиновники и бизнесмены. Предметный разговор состоялся на площадке торгово-промышленной палаты Чувашии. На встрече в ТПП представители власти надзорных органов бизнеса на повестке дня развития инвестиционной привлекательности и предпринимательства – основ здоровой экономики. Вопрос, успевший набить оскомину, но с годами не теряющий своей актуальности. От реального сектора зависят доходы бюджета и выполнение различных социальных программ. Неудивительно, что к нему приковано внимание власти. Мы последние годы активно наращивали, опять же, с помощью реального сектора экономики, объемы инвестиций. Мы подошли к психологическим цифрам 50 миллиардов в год, чтобы в прошлый год был 65 миллиардов рублей. И, соответственно, темпы были выше средневроссийских. И, соответственно, 2013 год тоже показал, что с учетом всех негативных прогнозов складывается тяжело. Как улучшить инвестиционный климат и в чем поддержать предприятие? Власть выражает готовность открыто обсуждать проблемы, а бизнес отмечает изменившийся тон диалога. Власть сама это видит и причем на собственном опыте даже столкнулась с этими трудностями, когда речь зашла о отведении земельного участка, о согласовании процедур под индустриальный парк. И что особенно поразительно было, что действительно даже при том сильном, нормальном вашем административном ресурсе все равно на согласовательных процедур ушло от 6 до 8 месяцев. Диагностика уже, по сути, пройдена на всероссийском уровне. Такие же напасти. Болезненно дается рост тарифов. Рост тарифов и отсутствие инвестиций в энергетику приводит к тому, что появляются сдерживающие факторы. Поэтому проблема энергообеспечения и проблема понятной долгосрочной ценовой прогнозов на основные энергоносители – это важная вещь. Нередко сбивается пульс от принятых законодательных решений. Сегодня речь о постановлении правительства за номером 644. Касается оно правил водоснабжения и водоотведения. Документ вступит в силу с 1 января 2014 года, но бизнес просит отложить и доработать. Платежи за сброс увеличатся от десятков до сотен раз. В самих правилах предусмотрено, на наш взгляд, уже двойной платеж за один и тот же объем сбрасываемых стоков. Например, сначала мы с вами платим за те стоки, которые мы осуществили. Плюс ко всему, очистные сооружения не смогли их очистить должным образом. Потом осуществляют стоки уже сброса в водные объекты. И по нарушению, по показателям, по сбросу именно в водные объекты, платят дополнительный платеж, который потом по требованию закона перевоставляют нам. Словом, документ представляется сырым. А в таких условиях придется выживать. Ни о какой инвестиционной деятельности не может идти и речи. Озвученные проблемы теперь в основе протокола, который в будущем должен стать руководством к действию для власти. Ольга Григорьевна, Андрей Шоклев, Республика.